У вас был в плане сразу его перевести стойки в партер и добить его? Ну, на самом деле, Тайрон Спонс ударник высшего класса. Из-за этого другого варианта у меня не было. Я также являюсь ударником, но тем не менее, понимаю, что в большей степени я более подготовлен к ММА, так как у него слишком мало поединков. Из-за этого я делал все для того, чтобы перевести бой в партер и там закончить свой поединок. Ну, да, я знал все время, что он отличный стойки, один из лучших. И мой планированный план был привести его вниз, чтобы бороться на земле. Потому что, даже если мы два стойки, я лучше в ММА. Я более опытный в ММА, поэтому я лучше на земле. Так что это был планированный план. Сергей, лёгки звучали очень громко в арене. Я вижу знаки, но я curious, как они чувствовали, как вы чувствовали, что я не могу взять эту борьбу на землю. Это серьезные лёгки. Что вы почувствовали, когда он вас с такой силой бил ноги? Ну, он базовый кикбоксер, тайский боксер. Так что, что почувствовали? Больно. Ничего такого сверхъестественного. Пытался мне отступить ногу, но я также работаю с такими ребятами, как Денис Гончарёнок, Пётр Романкевич, Александр Вежеватов и многими другими тайским боксерами. Тимур Айляров. И из-за этого нога у меня уже достаточно хорошо набита. Так что мы готовы были к этому поворот событий. Это было много, но я был готов, как я был тренирован с другими кикбоксерами. И это не было ничего, что он не готов. Сергей, вы пытались провести диафрагму с оленником и тренировали его? Ну, я, наверное, в большей степени не пытался его, чтобы он сдался, а чтобы подсбить его дыхание. В большей степени. То есть я не то, чтобы на всю силу выкладывался, я спокойно отбивал ему дыхание. Я знаю, что когда в этом положении человек... И на самом деле мне это удалось. Я увидел, как он после задышал. Что для вас следующее? Вы хотите следующий бой? Да, я очень хочу. Я надеюсь, что в ближайшее время лига Eagle FC предложит мне следующий поединок. Да, я готов к борьбе. Я надеюсь, что Eagle FC дает мне возможность скоро. У вас есть какой-нибудь абонент, которому вы хотите попадать? Нет, я пока вообще не знаю, кто дерется из тяжеловесов в лиге Eagle FC. Ни одного не знаю. Первый сегодня был Tyron Spong. Нет, я не знаю. Я не знаю каких-то тяжелых сил, которые присоединены к Eagle FC. Первый, который я встретил, был Tyron Spong. Милатер не будет против в Америке? Ну, это все вопросы к моему менеджеру. Он спросил, если Беллатури будет проблем с его борьбом в Америке. И он сказал, что менеджера, это важно. И, Сергей, просто перед камерой мы видели, что вы говорили с Хабибом. И вы получили очень хорошие моменты с Хабибом. Было ли это специально, чтобы получить победу в этой промоционе, которая была продавлена и владела Хабибом? Мы увидели, как вы говорили с Хабибом за камерой. Это было специально, это был необычный бой. Ничего не было. Какого-то специального или чего-то еще. Хабиб, добродушный парень. Я с ним еще общался, когда он не был чемпионом. Я помню, мы встретились еще лет 8-9 лет назад. Пожали руки друг другу. Так же поговорили, как сейчас. Он остался таким же простым парнем. И мне это очень приятно, что вот он после подошел, сам тоже где-то я ему руку пожал. Опять мы легко, спокойно пообщались. Он пожелал мне удачи и сказал, что я тебя организую, ищи бой в ИГЛФС. Благодарю его за это. Нет, ничего особенного. Я его знал, что я знал, что он был хорошим борьбом. Он был чемпионом, чемпионом. И мы были такие же конкурсы. Мы всегда были приятные. Он остался очень милым. Даже так же, как он был чемпионом, чемпионом. Вы тоже заметили, Сергей, что Хабиб набрал? Прямо заметно? Да, Хабиб видно, но сейчас же у него нет таких интенсивных тренировок. Я думаю, что он поддерживает больше физическую и свою форму. Но когда подкачиваешься, всегда немножко набираешь. Так что это нормальное явление. Он ушел из большого спорта, но он продолжает заниматься и держать себя в форме. Да, я являюсь бойцом БеллатРа и если БеллатР разрешит мне выступать дальше, и мой менеджер решит вопрос так, как решил его сейчас, я с удовольствием буду выступать и в БеллатРе, и в ИГЛФС. Да, это был один раз договор. Я принесен к БеллатРу, но, возможно, мой менеджер будет решать это и я буду бороться в ИГЛФС. Вы надеетесь продолжать свою карьеру здесь? Вы надеетесь, что вы будете продолжать свою карьеру в ИГЛФС? Я надеюсь, что я буду выступать дальше. Мне 41 год сегодня, да. Но я не считаю, что... Я считаю, что еще могу там пять, может и десять лет выступать. Посмотрим. Все зависит от предложений, которые мне будут поступать. И, в общем, тяжело ответить прямо окончательно на этот вопрос, потому что я сейчас являюсь бойцом БеллатР. Но мне разрешили выступить в организацию в ИГЛФС. Так что посмотрим. Все к моим менеджерам, не ко мне. Я 41 год сейчас и думаю, что я буду на поле 5 лет, пока я умер. Так что мы увидим, что время будет. Сергей, как будете отдыхать, отмечать? Что сейчас дальше? Да, я отмечаю. Ничего такого не произошло. Обычный бой, конечно, приятно, что я выступил на первом турнире здесь, в ИГЛФС. Но для меня это как обычное противостояние. Так что нету никаких... Если бы был чемпионский поезд, можно было бы отмечать. А победа в поединке не более того, как для меня как победа. Он спросил, если он будет поездить и поездить. Если он будет поездить и поездить. И Сергей ответил, что это не особенное, это просто поездить. Я могу поездить, когда я буду поездить. Спасибо всем. Спасибо, Сергей. Спасибо.